Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «При мудрости Соломона», 13 глава. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника». Природа человеческая повреждена, но ею можно осуетиться и остаться вне тех даров, которые предназначены каждому человеку, пришедшему, приведенному в мир Господом, а можно, преодолев суетную поврежденность свою, взойти мыслью и сердцем к познанию Создателя мира, что и будет высшим благом для человека. А средством для этого познания называет премудрый наставник созерцание видимых совершенств. И никто из нас не имеет никакого препятствия для этого созерцания, но каждый по собственной совести, ее ясности и простоте может либо признать великое творение делом великого Творца, либо сказать, что вся эта гармония установлена сама собою и из себя. А почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Далее наставник перечисляет те творения, которые вместо Творца становились предметом поклонения, как божественными. Либо кто-то из великих людей, правящие миром, либо стихия огня или ветра, или каких бурь и порывов ураганных, или звездный круг, который и поныне некоторые люди рассматривают как источник благ, в котором засекречены, запечатлены судьбы человеческие. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколь лучший их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. Стремясь познать, жизнь и Творение не вознесся ум суетный к созерцанию виновника всех благ. В этом нет трудности, ибо тот, кто является причиной бытия Творения, не принимает участия в Творении, не живет так, как живем мы, жизнью трепетной, скоро проходящей, переменчивой. Он бесконечно лучше, насколько горшечник совершенней той глины, которую он обрабатывает, придавая ей форму сосуда, несравненно значительней и выше Творец мира по сравнению с тем, что содержит этот мир из тварных вещей и созданий. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколь могущественней тот, кто сотворил их. Для этого нужно только добровольное признание, расположение воли не лукавое, а ясное и искреннее. Человеку предельно понятно, что ничто созданное не имеет причиной своего создания случайность, стечение обстоятельств или каких-то конструктивных изменений из простого в сложное, причиной которого не было бы никакой высшей силы, кроме самих усилий низших форм бытия. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания и блазаблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Только ищут не там, заглядывают на тварное и, пытаясь заглянуть в его глубины, там где-то, в таинственном многолетии прошедших веков или в еще более таинственной звездной бездне отыскать какие-то определяющие, ведущие для всего мира силы. Такие меньшего заслуживают порицания, ибо заблуждаются с надеждой отыскать какой-то корень всего живущего. Потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, речь об ученых, различных естествоиспытателях, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Почему не вслед за изумлением, а таинственным и совершенным устройством всех вещей, Богом сданных, они не пожелали взыскать того, кто являлся их автором? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами делорук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки. По сравнению с искателями правды, там, где ее нет, еще несчастней те, кто уже нашли для себя тупик в движении своем и наименовали богами изваяние рук человеческих, произведенные золото и серебра, всякие художества, изображения животных или обтесанный в древности камень, который своей тяжеловесностью и мрачностью вызывает какие-то движения души боязливые или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуды, полезные к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовлении пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге и с опытностью знатока обделав его, уподобил его образу человека или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краску и поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток. Так с бытовыми подробностями, описывая изготовление идола, предлагает нам божественный наставник признать суетность и совершенное отчуждение от божественного достоинства того куска дерева, обработанного художником, которому идолопоклонники воздают божественные почести. И, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. И так, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Потому и упоминает автор о неких гвоздях, так или иначе поддерживающих беспомощное деревянное создание, которое, конечно же, никаким образом даже сам себе помочь не может, каким же образом он будет помогать тем, кто возложит на него свое упование. Молясь же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить бездушному, и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии, не могущее ступить, о прибытке, о ремесле и об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Печальная, трагическая картина, рисующая расположение иглопоклонников, произведших кумиров и воздвигших их в жизни своей для себя вместо Бога живого и пришедших в такое страшное заблуждение, из-за этого заблуждения пришедших в крайне жалкое состояние просителей у того, кто не может ничего подать, ничем помочь, но сам является бездушным истуканом, недвижимым, недышащим, незнающим, и нет ничего смешнее и горше, чем это идлопоклонство, запрет которому был положен Богом еще в первой заповеди о том, что единому Богу надлежит поклоняться Создателю мира, Творцу всяческих. Создателю мира, Творцу всяческих. Продолжение следует...